Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад вас приветствовать на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление. Сегодня у нас необычный формат в форме диалога. Вы знаете, что недавно я запустил уже процесс, который, наверное, мало кто от меня ожидал, связанный с тем, что я принял решение о покупке недвижимости. Сейчас я на канале буду в том числе заниматься этим вопросом, размещать информацию, предлагаю поэтому сразу же подписаться на него, где буду привлекать экспертов по недвижимости, людей, которые выбирают данный инструмент как, наверное, один из основных в качестве сохранения и промножения денежных средств. Первым таким приглашенным гостем у нас будет Александр Харыбин. Одно из видео, которое я видел у него на канале «10 способов зарабатывания недвижимости», я его пригласил отдельно поговорить. Практика применительная ко мне, что если у человека есть капитал первоначально, например, на ипотеку в районе 3 миллионов рублей, горизонт инвестирования в районе 10 лет, что сделать в этом случае? Александр, пожалуйста. Максим, привет. Спасибо, что пригласил. Да, меня зовут Александр Харыбин с 2007 года. Я занимаюсь тем, что сдаю в аренду, покупаю квартиры себе и своим клиентам, новостройки, инвестирую, потом перепродаем. Это называется реинвестиция. Да, я бы хотел поделиться способами заработка на недвижимости, но их будет меньше, чем 10, потому что 10 – это когда мы покупаем и машинами 100, например, и сдаем посуточно, и делим на студии. То есть это уже такой полноценный бизнес. Чаще всего мы действительно сделаем то, что ты хочешь сделать. То есть мы просто покупаем хорошую недвижимость, хорошие квартиры, которые растут в цене, обгоняя рынок. Например, старые дома сейчас, они рынок только догоняют, они отстают от него достаточно сильно. За последние 5 лет они выросли там на 30, максимум на 40%. Строящиеся хорошие новые дома или уже построенные на тот момент, но в хороших локациях сделали 2 икса, там 2,5 за 5 лет. Ты говоришь, что у тебя есть сейчас 3 миллиона, и ты собираешься купить квартиру. Ты что-то выбирал уже, смотрел. То есть вообще сам проект предполагает, что я выделяю на инвестиции в следующие 10 лет порядка 30 миллионов. То есть это некий такой батл между облигациями, то есть я сейчас не рассматриваю акции, я беру облигации, инструменты с фиксированным доходом и недвижимостью. 15 миллионов в общей сложности я готов вложить в следующие 10 лет в недвижимость, 15 миллионов я готов вложить в следующие 10 лет в облигации. Все-таки я являюсь многодетным отцом, мы идем в направление семейной ипотеки. Тогда получается в любом случае первичная недвижимость. Это обычная однокомнатная квартира. Я уже выбрал Матвейский парк, это от пика. Мы жили в юго-западном районе, я знаю, в принципе, этот район, мне нравится. Как ты считаешь, на твой взгляд, в следующие 10 лет, какую доходность может обеспечить недвижимость? В Москве 3 миллиона первоначальный износ, порядка, может быть, полутора миллионов рублей, более культурный ремонт, обстановка мебели. И ждать, сколько она вырастет. Потому что, например, в облигациях, за счет чего я планирую получить доход, это две составляющие. Первое – это купоны, по сути, рентная доходность. Второе – это изменение стоимости облигаций. Я считаю, что, например, те темпы инфляции, которые мы наблюдаем сейчас, они неустойчивы, и, скорее всего, они в будущем снизятся. Может быть, я и не прав, но это моя гипотеза. Центральный банк снизит процентную ставку, и облигации еще вырастут в цене. Если мы говорим о купонном доходе, то купонный доход по облигациям сейчас в районе 12% по облигациям федерального займа смотреть, не заходить в риск. И изменение цены облигации, они могут вырасти, ну, где-то в районе 30-40%. Это то, что я рассчитываю по облигациям. Теперь по недвижимости. На что сейчас имеет смысл рассчитывать? Дело в том, что Матвейский парк достаточно неплохой комплекс считается. Конечно, год назад, а лучше, там, полтора года назад, ну, задним умом все сильны, но я своим клиентам советовал его очень покупать. Мы брали, там, за 10 миллионов, за 11, вот эти евро-двушки. То, что вот кухня-гостиная и отдельная спальня, то, что сейчас у людей пользуется спросом. Потому что там есть планировки обычных однушек. Небольшая кухня, там, 10, по-моему, 12 метров. И, условно, большая комната. Вот это брать не надо. Лучше брать кухню-гостиную и спальню. В спальне люди спят, кухня-гостиная, они больше всего проводят времени. Если мы говорим про бюджет, там, 15 миллионов. По поводу Матвеевского парка. Он, конечно, сейчас, как и весь рынок, достаточно сильно вырос в цене. Я бы сказал, что стоит справедливых денег, поэтому большой какой-то доходности по нему я не жду. Да, когда год назад они, там, по 10 миллионов стоили, все, там, за голову хватались, кричали, дорого-дорого. Я говорил, ребята, нет, это дешево. Потому что должно дорожать. Грубо говоря, за год, действительно, 40-50% тот же Матвеевский парк за полтора сделал. Это правда. Но сейчас такого может не быть. Это первое. Второе. Если ты говоришь вложить с использованием ипотеки, то надо не забывать, что сейчас ипотеку отменили. Пока еще, вот на момент съемки этого видео, у нас нет точной информации, только слухи, какая все-таки будет семейная ипотека сейчас. Будет ли она для людей просто с двумя детьми или только для тех, у кого есть ребенок до 6, включительно, до 7 лет. По крайней мере, у того же Пика уже есть информация на сайте. Если ты подбирал Матвеевский парк, ты, наверное, видел у застройщика. Там действительно есть инфа о том, что, скорее всего, да, дети до 7 лет, ну, 6 лет включительно, сохранятся прежние условия. То есть 6% достаточно выгодно, как бы, получается, да. Хочу еще добавить от себя, что сейчас Матвеевский парк уже часть жилого комплекса полностью сдана, и часть вот сдается вот-вот. И на вторичке сейчас, ну, то, что уже сданное, потому что там как раз не действует льготная ипотека, есть цены интереснее, чем у застройщика. Разница может быть миллион-полтора. Поэтому с использованием ипотеки это будет одна доходность. Если мы будем все-таки брать эти 15 миллионов и просто покупать вот эту однушку, чтобы она росла, это будет совершенно уже немножко другая доходность. И здесь нас с тобой в первую очередь, конечно, интересует, во-первых, рост тела. Я всегда говорю, что это самое главное. Рентная доходность, это классно. Но в недвижимости для меня всегда самое главное, то, что обгоняет аренду, это рост, собственно, цены. Первая наша квартира в Москве была куплена за 30 тысяч долларов в 2000 году. Тогда все считали в долларах, вот. И было это меньше миллиона рублей, тогда курс был плюс-минус 30. Сейчас такая квартира выросла на 1300% за 20 лет. То есть там получилось больше 2000%, если с арендой считать. Если бы мы использовали за вот эти 20 лет депозиты, даже с капитализацией, даже ничего не тратя с этих депозитов, вот просто беря вот эти деньги, условно, и снова складывали туда-туда-туда, то все равно недвижка именно в этот период, она бы обогнала вот эти депозиты. Насчет облигаций, ну, тогда я ОФЗ не интересовался, я не знаю. Тогда были только ГКО рухнули, насколько я помню, в 98-м году. Вот, поэтому здесь как раз сравнивать не буду. Многие сейчас мне говорят, а как же вот в 2008-м году? Недвижимость же была в валюте дороже в 2, ну, я сам об этом снимал видео. Действительно, в 2008-м уже году, если бы мы с тобой купили недвижимость, и тем более, если бы мы еще взяли валютную ипотеку, ну, скорее всего, мы бы попали. Потому что, действительно, тогда недвижимость была в 2 раза дороже в валюте, чем она даже есть сейчас. Исходя как раз из этого, я сейчас могу делать вывод, что именно в валюте сейчас недвижимость стоит каких-то тоже относительно справедливых денег. И может продолжать расти еще и в валюте. Ну, если она в 2008 году была в 2 раза дешевле, плюс-минус сейчас я наблюдаю по миру цены. В мире недвижка подороже вообще, чем в Москве. Хотя Москва это такой, ну, достаточно классный город. И недвижимость в Москве просто не может стоить дешево. И уже там и аренда растет, и продажа растет. Все-таки, я думаю, что лучше сейчас тогда уже брать, может быть, либо в семейную ипотеку ее дождаться, да, но там придется все-таки переплачивать, потому что все сейчас побегут. Либо брать на вторичке уже готовую квартиру и сдавать за эти же 15 миллионов. Условно у застройщика берем, да, 15 миллионов. Если есть живые деньги, можно там купить ее дешевле со скидкой, там, 13,5-14 миллионов. Еще полтора миллиона, условно, в обстановку, да, чтобы она сдавалась. Соответственно, мы сдаем ее в аренду, за сколько мы такую квартиру будем сдавать в аренду, раз. И два, как ты считаешь, сколько она может стоить? Давай все-таки опираться на Матвеевский парк, немножко тебя поправлю в цифрах. Ты себе сейчас там что-то хорошее купишь миллионов за 15-15,5, мы будем брать с отделкой. Меблировка встанет 1700-800. Ну, и так, 16 миллионов, это уже с мебелью, с техникой, со всем квартира. Это если мы берем на вторичке. Если брать у застройщика, боюсь, что может быть дороже. На мой взгляд, Матвеевский парк находится пока еще полностью недооцененной относительно всего прочего локации. Там у нас и раменки под боком, все вузы, станцию БКЛ и вообще ветку БКЛ пока народ тоже сильно до конца не распробовал. Это тоже очень удобно. Хотя, конечно, если кому добираться в центр, придется делать пересадку. Матвеевский кластер, вот этот район, он как раз в течение 10 лет будет полностью застроен. Там все будет очень красиво, уверен практически. Если у нас не будет никаких новых там супер льготных ипотек, опять же, каких-то еще супер условий, каких-то девальваций рубля. Если мы будем просто на протяжении даже 10 лет спокойно расти, то мы будем обгонять инфляцию примерно где-то раза в полтора вот в такого рода недвижимости. Ну, даже если будет инфляция 5%, то все равно я жду там 7-8 до 10% рост на эти активы на таймфрейме 10 лет. То сейчас 15 будет 30. Звучит это дико, но если мы вернемся с тобой на 10 лет назад, туда вот в рублевую, соответственно, стоимость. Это у нас был как раз 2014 год, когда там как раз все упало хорошенько так. Вот такие квартиры, как Матвеевский парк, они стоили, ну, хорошо, если 8 миллионов. Сейчас они как раз 15-16. В принципе, за 10 лет может произойти то же самое. Так, окей, это рост цены недвижимости в два раза. Среднегодовая доходность 7%. За сколько вот эту евро-двушку можно сдавать в аренду? У нас сейчас все очень интересно. Когда у нас начались военные действия, потом была мобилизация, все очень сильно упало, народ уехал, все испугались. Но сейчас все очень сильно восстановилось и даже продолжается рост. Уже сейчас люди подбирают для студентов квартиры, особенно в этом месте. Цены очень сильно растут. Сейчас такие квартиры сдаются легко за 80 тысяч. Плюс счетчики. Мы что в сентябре может доходить стоимость до сотки, а весной летом опять 80. То есть, среднегодовая, давай так, 85, 5 коммуналка, 80 плюс-минус ты чистыми на руки получаешь. Но опять же, отсюда нужно еще вычесть. Износ какой-то все равно будет простой. К нам будешь обращаться, мы там комиссию берем 50% за сдачу, да. То есть, давай так, чистыми на руки, ты по-любому, скорее всего, здесь будешь получать 1070-75. Сейчас, купив недвижимость за 15-16 миллионов, через 10 лет она будет стоить 28-30. Плюс 9 миллионов, это получается денежный поток, который я от этого получу. Это у нас получается 39. При вложении 15, это своих собственных денег, в ипотеку, наверное, все-таки будет больше выплачено, правильно? В ипотеку тебе будет выгоднее сейчас, потому что ты будешь платить 6%, а получать с депозита даже или там с облигацией 15. Сейчас, конечно, меня начнут хейтить, возможно, люди говорят, какие 30? Да такое невозможно. Как однушка в Москве может стоить 30 миллионов? Но, послушайте, 20 лет назад такая квартира стоила миллион. Сейчас она стоит 15. Это мы поговорили о перспективах, да, при прочих равных условиях, как минимум, там, защита от инфляции. В самом крайнем случае будет недвижимость в неплохом районе, где большое количество вузов, и транспортная доступность достаточно интересна. Что может произойти в самом плохом случае? Какие, ты считаешь, есть риски? К чему нужно быть готовым? При прочих равных условиях, да, и каким образом эти риски можно компенсировать? Была льготная ипотека, цены на недвижимость очень сильно разогнали, они могут существенно упасть. Экспаты, которые снимают дешевые квартиры, они сейчас в долларах зарабатывают меньше, уезжают к себе обратно в Среднюю Азию, да, то есть нет спроса на недвижимость, и, соответственно, арендная ставка может упасть. И каким риском, ты считаешь, нужно быть готовым человеку, и каким образом по возможности их компенсировать? Понятно, что все мы не предугадаем. На мой взгляд, недвижимость это достаточно надежный актив, в котором риски минимальные. Если вы ее правильно выбираете. Многие люди просто попали на деньги, купив недвижимость за МКАДом, с плохой транспортной доступностью, у застройщика, их там за комиссию, может, брокеры позвали, может, застройщик красиво рекламу организовал, и сейчас у них цена ниже, чем они 2-3 года назад покупали. 80% рынка покупать нельзя. Вот это основной риск, когда люди покупают недвижимость. Если мы говорим про Матвеевский, про другие хорошие локации, риски здесь вообще минимальны, на самом деле. Рядом вузы, рядом метро, недалеко там, в принципе, центр, Раменки, дорогущий район. Основной риск, который я вижу в недвижимости, это тот риск, который произошел в Донецке, когда там 10 раз упала недвижимость 10 лет назад. Я очень надеюсь, что такого риска в Москве не повторится. Это единственный риск, о котором я могу сказать. Вот в хороших, качественных жилокомплексах в Москве это военные действия, да. Конечно, может наступить условно там 91-й год. То есть какой-то переворот, какая-то революция. При этом, конечно, цены на недвижимость упадут. Но в этом случае с облигациями вообще ничего от них не останется, скорее всего. Депозитов тоже, да. То есть это риски, они на все распространяются, по большому счету. На мой взгляд, недвижимость все-таки дает немножко меньшую доходность, чем облигации. Особенно на коротких там фреймах. Именно за счет того, что это более надежный актив. Когда ты повышаешь риски, ты получаешь чуть большую доходность. Я сейчас тоже нахожусь там и в облигациях, и в депозитах, да. Но я все равно сейчас тоже, как и ты, вот планирую покупать себе квартиру. Где-то, может быть, в ипотеку, где-то даже за наличные, вот что-то недооцененное искать. Потому что сейчас нет льготной ипотеки. Все-таки на вторичке продавать сложнее. И люди, кому надо срочно продать квартиры, они готовы на определенный дисконт. Я буду, наоборот, заходить в недвижимость, потому что у меня план, ну, как и вот у тебя, на 10, на 20 лет. У меня не план там через год заработать, вытащить эти деньги, куда-то их перевложить. Мне важно, вот мне сейчас 42, мне нужно, чтобы 62 условно. У меня было несколько кошельков в виде квартир, которые я всегда смогу продать. А сдавать в аренду, на эти деньги жить спокойно. Вот для меня вот это, наверное, самое основное. И на мой взгляд, вот кто-то где-то уехал, ну, давай так, Средняя Азия, она не снимает квартиру в Матвеевском парке. Это скорее как раз клиенты Новой Москвы сейчас пока идут в стройки, они там, ребята, там, многие рабочие, там, по 10, по 15 человек снимают квартиры. Но это, опять же, не наша целевая аудитория. Если мы говорим про иностранцев, там, из Европы, Америки, они уже давно все уехали. У нас сейчас, наоборот, есть возможность получить достаточно много студентов из Китая, Ирана и других республик. Мы уже их получили, еще получить. Многие говорили, что китайцам там сдавать опасно, условно, они там квартиры убивают. Ты знаешь, сдавали многим, вот именно кто учится, там, аспиранты, ребята очень интеллигентные, очень у них все хорошо в квартире. Ну, опять же, испачкать, там, испортить могут и русские, и не русские. И получается ситуация, в которой мы получаем, по сути, очень надежный актив, в котором практически я не вижу никаких рисков, кроме как глобальных. При этом доходность сравнимая даже с нынешними депозитами и облигациями, которые можно потрогать, в котором можно жить, которые можно сдавать, которые, ну, практически, повторюсь, гарантированно за 10 лет удвоят свою стоимость при нынешней инфляции. Ну, собьют они, не собьют, это дело второе. Кстати, Матвейский парк, ты бы сейчас без проблем, даже сейчас, на вторичке продал бы за наличные вообще в лед. За 10 миллионов, полтора года назад бы купил бы, сейчас бы продал бы легко. Есть такая замечательная книжка, называется «Иррациональный оптимизм» Роберта Шеллера, да, то есть, каким образом формируется вот это вот наше мнение на основе результатов прошлого, да, то есть, и мы начинаем экстраполировать результаты прошлого в будущее. Вот 20 лет назад я купил квартиру, там, за, сколько ты говоришь, за 20 тысяч долларов, за 30 тысяч долларов. За 30 тысяч долларов, да, да. За 30 тысяч долларов, ну, к примеру, я говорю. И мы начинаем это экстраполировать в следующие 20 лет. Я, по крайней мере, закладываю риски, да, и у меня тогда возникает вопрос, каким образом я на них буду реагировать, и это тоже элемент. Нет подготовки некой безопасности. То есть, первый риск, который я вижу, это все-таки спрос. Рост цен на недвижимость должен подтверждаться качественным ростом заработной платы. То есть, у нас получается, что государство начало достаточно много тратить в процессе спецоперации проведения. Вот этот вот бюджетный импульс, который поступил в экономику, привел к тому, что у нас увеличились заработные платы. То есть, сейчас действительно есть очень существенная конкуренция на рынке труда, то есть, работников не хватает, и заработную плату повышают. Но дело в том, что повышает заработную плату, а производительность труда не растет. Я почему про это говорю? Чтобы был рост цен на недвижимость сопоставимый, у нас сопоставимые должны расти доходы населения на уровень инфляции. А чтобы росли доходы населения, у нас должна расти производительность. Пока я не вижу причин, которые бы привели к росту производительности. Потому что от технологии отрезана страна, собственно, производство дополнительное, высококонкурентное, не развивается, и это требует времени. Риски, которые я вижу, это снижение бюджетного импульса, что, скорее всего, зарплаты в будущем расти не будут на уровень инфляции, а инфляция может быть достаточно высокой. Это ударит по покупательскому спросу. Плюс процентные ставки. Процентные ставки Центрального банка высокие, стоимость ипотеки высокая, это бьет по спросу. Потребление, в том числе потребление, про которое говоришь ты, что при ставке Центрального банка 16 и риске повышения в июле месяце до 17-18%, тогда у нас депозиты вообще будут там под 18-19-20%. Люди будут сберегать. И что делать тем людям, которые год назад купили недвижимость, которые видят, что она у застройщика выросла на 40-50%, и тогда у меня возникает вопрос. Если бы я был уже в недвижимости, как ты, например, у тебя есть квартира, купленная в Матвейском парке год назад или у клиента. Вложил 10 миллионов, сейчас можешь за 14,5-15 легко отдать. Размести 15 миллионов под ставку, у меня вот, например, ВТБ, 19% ставка. Под 19% размести 15 миллионов, будешь в месяц получать 237 тысяч рублей. Если сдавать эту квартиру, будешь получать 80 тысяч рублей. Но это вот краткосрочно сейчас. Кто-то об этом задумывается или не задумывается? То есть, опять, размер денежного потока, который можешь получать. Ты можешь эти 15 миллионов, например, вложить в те же самые облигации, в которые я хочу вложить, с доходностью 15% в следующие 10 лет. То есть, если за 10 лет ты будешь ежегодно получать 15%, это 150%, то есть еще плюс 15 миллионов. Что делать? Не увидим ли мы значительный объем предложения, которое будет давить на цену, потому что спроса не будет. В ипотеку слишком дорого, ну и денег как бы особо. Нет квадратный метр в Москве 400-600 тысяч, зарплата 100-150 средняя, это получается 4-5 месяцев, это чтобы заработать на один квадратный метр. Действительно, производительность не растет, выросли зарплаты, военно-промышленный комплекс, когда все закончится, война закончится. Может быть такое вот для экономики, я имею в виду, для всех будет радость, но для экономики будет определенное похмелье, это правда. Но насколько оно будет длительным или краткосрочным, непонятно. Другие государства вообще есть планы строить больше, поддерживать строительную отрасль, это дает ВВП. И там, в принципе, мыслей у них, конечно, много. По большому счету, я думаю, как-то бустить они это все равно будут, так или иначе. Льготными ставками, еще чем-то. По поводу того, что было раньше и сейчас. Да, раньше я купил, сейчас там выросло там на 2000% в рублях, но я также говорил про 2008 год. Не зря, что в 2008 году, особенно в валюте, недвижка стоила в два раза дешевле. То есть я так как бы не экстраполирую, я отталкиваюсь от сегодняшних реалий. Сегодняшние реалии таковы, что недвижимость не стоит каких-то завышенных денег. В хороших комплексах, я подчеркиваю, мы не говорим там про какие-то жилые комплексы. Повторюсь, плохой транспортной доступностью, плохих локаций, которые люди просто набрали, потому что они дешевые. Но не потому и дешевые, что плохие. И там как раз будет проблема и беда, да. В условном там Люберецком, Ленинском районе и других, где очень много строится. Соответственно, локации не привлекают инвесторов особо совсем. Только тех, кто не знает Москвы. Даже не обращая внимания там на 2000-2008 год, просто цены на рынке относительно, на мой взгляд, я подчеркиваю, справедливые. И в рублях, и в валюте. Я много езжу по миру, я вижу много где, что сколько стоит. Я могу сказать, что такая же недвижимость, как в Москве, вот тот же Москвеевский, там другие парки условно. Такие квартиры, они стоят там 250 тысяч, там 300 тысяч долларов, да. Ну, в сравнимых городах, плюс-минус там евро, там, в зависимости от того. То есть где-то раза в два дороже за границей они стоят. По понятным причинам, да, у нас сейчас санкции, там, меньше всего, и у нас там рубль, он дешевле, как бы, и все остальное, и цены у нас дешевле. Но, когда был 2008 год, недвижимость в валюте стоила дороже, по-моему, даже, чем в Лондоне, условно. Или где-то примерно сравнимо с ним, да, там, с Берлином, там, с Брюсселем, там, с Нью-Йорком почти, там, догоняли мы. То есть сейчас такого, конечно, нет и близко. И в валюте стоимость нормальная. В рублях тем более. Когда пандемия только началась, там, 15 миллионов за однушку, у меня волосы дыбом стояли, я говорю, такого быть не может. Сейчас, вот, в принципе, цены достаточно справедливые, в том числе и в рублях. И ты правильно говоришь, потому что денежная масса сильно выросла. Что будет дальше, мы, конечно, не знаем. Мы можем предполагать, что все будет хорошо, как бы, да, и она там еще за 10 лет тоже делает экземплярную движку. Можем говорить о том, что можно только 50% сделать. Но есть такая простая вещь, как диверсификация. Я считаю, что если у человека есть всего вот эти 15 миллионов, да, вот у него больше ничего нет, он не может уже сейчас купить себе и недвижимость, и облигации, ну, либо купить, ну, где-то в другом городе. Я считаю, что Москве все-таки надо брать, потому что, ну, Москва это центр. И в кризис все едут в Москву, и когда все хорошо, все едут в Москву, и вообще в Москве все, как бы, работает, все живет. В 90-е вообще был другой мир, то есть если какой-то кризис будет, то в регионах недвижка упадет, в Москве она будет процветать тоже. Ну, если хорошее, опять же. И получается ситуация, при которой отсутствует диверсификация здесь, если у человека капитал не 30 миллионов, как у тебя, а всего лишь 15. И вот в этой ситуации, на мой взгляд, сохранить важнее гораздо, если это все, что человек заработал, чем рисковать. Я считаю, что все-таки в депозитах риски нам многократно выше. 5 тысяч, если верить с порталу Банкеру, было отобрано лицензии с нулевых годов у банков. А многие мне скажут, ну, хорошо, ну мы в Сбер положим. Ребят, в 91-м году у меня куча родственников потеряла деньги в Сбере. Ну, просто все обнулилось. В 98-м тоже там многие потеряли в ГКО. Там, конечно, все заморозили, потом вроде как выплатили, но все равно. То есть, на мой взгляд, это прекрасный инструмент. Депозиты, облигации. У меня они все есть тоже. Но потому что у меня есть и недвижимость. Есть недвижимость для меня, есть недвижимость для моих детей, еще есть инвестиционная недвижимость. И в таком случае, ты правильно говоришь, возможно, лучше сейчас даже, тем более, если там на годик, да, там, на полгода, подержать в депозитах, в облигациях, и можно получить доходность выше. Но если мы говорим о таймфреймах 10-20 лет, да еще и о нашей стране, которая молодая экономика, развивающаяся, которую я очень люблю, но я отдаю себе, ну, должное, это не только Россия, там, это, конечно, и Грузия, там, условно, Таджикистан, там. Я не сравню сейчас, я просто говорю, что все развивающиеся экономики, они несут в себе ряд рисков, которые просто нужно учитывать любому человеку, не только инвестору, особенно тому, для кого 15 миллионов, это огромные капиталы, которые единственные. Я видел людей, которые еще в 14-15 году продавали свои однушки, тоже там был депозит 15%, говорили, я вот это. И они в итоге за 2-3 года просто проедали этот капитал, они, ну, у них может быть не такая дисциплина, как у нас с тобой, да, там, еще что-то. Риск защиты от дурака, он тоже существует. То есть человек сейчас положит, там, 200 тысяч, трата-та-та, все классно, а потом через 2 года раз, а капитала нет. Он то купил машину, то родственникам помог, то проел, была бы квартира, бы все в порядке. Важный момент, за 10 лет квартира приносит деньги определенной инфляции. Сейчас в Москве по Росстату 148 тысяч средняя зарплата. То есть, там, это получается чистыми, грубо говоря, половина зарплаты. То есть, на эти деньги, в принципе, плюс-минус как-то можно прожить. И ты можешь просто жить на аренду, и еще твоя недвижимость, по идее, должна удвоиться. Если ты будешь деньги держать на депозите, то ты тоже можешь жить на вот этот депозит, и даже больше можешь жить. Как правило, ты это все будешь тратить, но твой капитал, он не удвоится. И получается, чисто психологически защита дурака, диверсификация, вот здесь вот, для меня на длительных таймфреймах гораздо важнее не пытаться заработать дополнительно, да, а сохранить деньги, там, мои, моих клиентов. Ну, когда, конечно, у меня есть определенные излишки, да, которые я могу там, 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 по всей кардине разложить. Вот дальше, после того, как у меня есть фундаментальные какие-то вещи, там, вроде недвижимости и других каких-то таких вещей, я могу уже пользоваться депозитами, облигациями, пытаться заработать больше. Это нормально, это правильно, я считаю. И можно сейчас, как бы, смеяться, но я помню, что было прошлым летом, там, был такой человек, Пригожин, да, я, честно говоря, не знаю, чем бы все закончилось, если бы вот это мероприятие бы увенчалось успехом. Что бы было с депозитами, там, с облигациями, со всем остальным. Но недвижимость, скорее всего, должна была бы остаться в этой ситуации. Хотя, там, могла быть, как бы, и война какая-нибудь, но, по большому счету, ну, все равно более надежно. Да, ты прав, доходность выше, но если у тебя есть больше денег, если ты можешь все это разложить по разным корзинам. А если нет, а если нет, надо как-то сохранить то, что имеешь. Ну, если нет, можно посмотреть в регионы. Есть регионы, которые успешно развиваются, есть регионы, в которых диверсифицирована экономика, например, Татарстан тот же самый, где стоимость, может быть, все-таки поменьше, чем в Москве непосредственно. Можно, можно. В заключение, пару слов, какие-то на пусты, лично мне, какие бы ты дал. И другим людям, да, кто ставит сейчас задачу, например, улучшения жилищных условий. Времена неопределенности, времена турбулентности. Все-таки инфляционные ожидания высокие, инфрацентные ставки высокие. Это как некий такой элемент, связанный с тем, что все-таки недвижимость, как минимум, на уровень инфляции будет расти. Но высокие процентные ставки, они уменьшают инвестиционную привлекательность, она сокращает инвестиционную программу, она сокращает инвестиции в основные средства, в рост производительности труда, компании не могут расширяться, компании не могут инвестировать, они не могут такие кредиты брать, они не могут бесконечно повышать заработную плату, они будут смотреть на производительность труда и будут сокращать неэффективных сотрудников. Стабильность получения доходов, которые есть у населения, будет падать, да, и, соответственно, когда человек будет думать над вопросом, а брать ли мне в ипотеку, будут ли мои доходы в следующем стабильные, так же, как они стабильные и сейчас, принять решение достаточно сложно. Причем решение, когда нужно идти в неопределенность, да, мы в таких условиях же никогда не жили. Совет простой – не жадничать. И я, и многие другие сталкиваются с тем, что попытки заработать на инвестициях в итоге через какое-то время деньги теряем. Потому что мы пытались идти в более рискованные активы, при этом не понимая их, может быть, на 100%, не отдавая себе отчет о тех рисках, о которых мы с тобой сегодня говорили. Да, в депозитах, в облигациях сейчас может казаться, что доходность выше. Но, на мой взгляд, инвестиции – это не про заработать. Ну, по крайней мере, то, как я их воспринимаю. Это про сохранить. И сохранить, и доставить себе деньги в будущее. Если получается на них заработать, это прям суперотлично. Опять же, очень важна диверсификация. Ну, слушай, я помню, как в Белгороде тогда еще до вот всех даже событий, когда ЦБ отобрал у одного из банков лицензию, мужик захватил людей просто от отчаяния в банк, у него 20 миллионов лежало на депозитах. Помню, там, 13-й год, 12-й – не суть. Тогда еще, как бы, не было. Этих рисков были другие. Кто заработал хотя бы 20-30 миллионов за свою жизнь, он меня понимает, что это тоже определенные сложности вызывает. У кого там всего, там, 500 тысяч миллион, да, там, он может рисковать, там, играться как угодно, особенно если ему еще, там, 20 лет. Я тебе задаю вопрос. Не знаю, что, не знаю, как, но, предположим, некую такую гипотезу, произошел черный лебедь, какой мы не знаем, цены на недвижимость упали в два раза. Должно произойти нечто такое, при котором фондовый рынок сложится в 22 раза, а депозиты могут вообще не выдать. Только в этом случае цену на недвижимость падает в два раза. То есть лучше быть в недвижимости в тот момент. Не соглашусь. Пример 2007-2008 года Соединенные Штаты Америки, рынок кредитования сапрайм, высокорискового. Здесь, получается, цена сложилась на недвижимость, потому что банки изымали недвижимость, выставляли на торги, покупателей нет. То есть мы получаем рынок, на котором одни продавцы и вообще отсутствуют покупатели. Цена начинает падать туда, где найдется хоть какой-то покупатель, и он тоже не находится. Соответственно, возникает вопрос, что делать в такой ситуации, потому что, опять, если взять того же самого Рея Далио, он говорит, что если мировая экономика заходит в глобальную рецессию, то есть мы видим спад в рамках долгового цикла, долгосрочного, который там 75-100 лет составляет, то в этом случае все кредитозависимые активы, активы, которые можно купить в кредит, они начинают падать очень серьезно в цене. Хорошо, ты говоришь, у меня тоже есть облигация, у меня тоже есть депозит, у меня есть недвижимость. Ты сам понимаешь, что если недвижимость сложится в два раза, то в этом случае депозиты ты не получишь. Что ты будешь делать? Вначале я хочу немножко прокомментировать Америку, да, действительно, но там все дошло до абсурда, и у нас пока этого абсурда не наблюдается. То есть у нас нет такого пузыря, у нас нет выдачи кредитов в таких объемах, облигации на облигации и облигации на облигации, у нас нет столько высокорискованных заемщиков, на мой взгляд. У нас практически все люди, кто брал через нас недвижимость за эти годы, они знают, чем будут отдавать, там есть капиталы, все, плюс-минус, более-менее. И, конечно, если бы у нас была примерно вот такая ситуация, как в Америке в 2008 году, я бы говорил, ребят, сейчас реально здесь риски огромные. Второе, конечно же, диверсификация, опять же, то, о чем мы с тобой говорим. Сначала недвижимость, потом уже все остальное, когда все есть, все отлично. Я сейчас все-таки прочно смотрю на зарубежную недвижимость, на зарубежные счета в банк. Я смотрю только на ту недвижку, которую я хорошо знаю, регионы на те, где я часто бываю, где я знаю своих коллег, которые будут ей заниматься, следить за ней, сдавать ее в аренду. Никто не запрещает по закону у нас открывать и зарубежные счета для диверсификации, опять же, не потому что я там верю, не верю, там, во что-то, вот, а просто потому что так мне будет гораздо спокойнее. Есть у нас еще и криптовалюта тоже. Да, кто-то скажет, что это вообще высокорискованный инструмент, я же не призываю там держать кучу денег. Опять же, это не запрещено законом, правильно разместив. Опять же, эти деньги легко можно перевести в любую точку мира, воспользоваться ими. Ну, конечно, что-то наличными надо где-то в ячейке держать тоже. Спасибо большое за эфир, спасибо за советы, спасибо за комментарии. Ребят, подписывайтесь на канал Александра в Телеграме, в Ютубе, если вы хотите изучать более подробную недвижимость, можете там подчеркнуть много полезной информации. Думаю, что мы с Александром еще встретимся по мере того, как будет проходить мой эксперимент.